Всем привет! С вами КАМАЗ. Записываю сегодня новое видео по игре Ремнант 2. И в этом видео я буду в очередной раз показывать как настроить игрушку, чтобы получить высокий фпс и качественную красивую картинку. И сразу могу сказать вам, что первый раз когда я запустил эту игру, я увидел вот это вот окружение и прям мне сразу вспомнилась игрушка последняя из нас. Вот тоже постапокалипсис у нас на дворе. Старые разбитые дома, из которых растут деревья, вот видно вот там. Ну очень похоже, да, но честно скажу по графике последний из нас обходит эту игру. Можно так сказать, что Ремнант 2 это последний из нас на минималках по графону. Вот. Но, тем не менее, что я буду сегодня вам показывать. Я могу вам показать в этом видео, как получить прям отличную красивую картинку. При этом будут ультра настройки. При этом у вас будет разрешение, ну почти что 4К. И все это дело будет отлично работать. Хороший фпс, красивая графика. Давайте сейчас я покажу, значит, настроечки. Мой компьютер, как и был во всех остальных видео, старый. Ай-5 9400, 16 гектар, FTX 2060. Вот здесь сейчас ставят стандартные настройки. Здесь вот выдается у нас начальная локация 55, 50 фпс, 50, 60. Ну то есть довольно-таки достойные кадры. Играть вполне можно. Давайте сейчас покажу сами настройки. Это у нас, вот, смотрим, Full HD. Значит, размытие отключено, вертикалка отключена. 60 фпс, это частота кадров. Это настоящее разрешение, без применения скиллинга. Значит, настроечки стоят средние. Вот. Ну, в общем, смотрите, вот это вот все дело отключено. Графон не такой нормальный, но как бы сейчас, 2023 год, могли, конечно, сделать и получше. Вот. Потому что я видел много игр, которые уже смотрятся реально лучше. А так вот смотрим, давайте, вот лицо. Ну, как бы отрисовка нормальная, но, конечно, можно было и лучше. Вот с моими настройками как раз-таки я вам покажу, как сделать отрисовку лучше. И все будет реально пиздато выглядеть. Итак, давайте начинаем. Первым делом мы должны выйти из игры и включить режим DSR. DSR-режим это режим масштабирования, искусственный 4К режим, можно так сказать. Для этого нам нужно выйти на рабочий стол и зайти в панель управления NVIDIA. Вот, зашли в панель управления, и здесь мы должны найти управление параметрами 3D. Здесь мы находим DSR-степень. Видите, у нас стоит OFF. У вас оно тоже по умолчанию стоит OFF. А нам надо его врубить. Ставим режим 1, 2, это вот 1, 2 режим. Вот видите, здесь описание. Это у нас вот такое вот разрешение будет фейковое. И давайте последнее, это самое высокое разрешение. ОК. И применяем. Так, применили, отлично. Дальше. Кое-что нужно отключить. DSR-плавность. DSR-плавность я вот проверял. Чем выше этот параметр, то есть если в сотку выкрутить, тем будет хуже качество графики. Ставим его в ноль, чтобы качество графики было прям бомба элитка. Применяем. Так, все отлично применилось. И давайте это дело у нас сворачивать, закрывать и дальше заходить в нашу игрушку. Так, Remnant 2 запускаем. У меня, к сожалению, копия пиратской этой игры. Вот как бы не купил. Запускаю то, что есть. Но, тем не менее, это практически последняя версия. Обновление было от, насколько я помню, 13 сентября. Сегодня у нас 16, вроде, насколько я помню. Итак, зашли в игрушку. И сейчас будем здесь шаманить настроечки. Подгонять настроечки, чтобы получить очень хорошую, красивую картинку. И при этом, кстати, у вас, опять же скажу, что будет хороший фпс. Вот здесь у нас на средних настройках, и вот опять сейчас мы смотрим это место, 53, 55, там фпс. Будет, наверное, даже и больше. Давайте сейчас я вот встану, еще раз осмотримся, как это выглядит, чтобы, ну, было сравнить с чем. Вот так вот смотрится лицо, окружение. Давайте вперед. Это настоящее разрешение, напомню, без использования псикилинга. Вот так вот травка выглядит. Ну, достойно, неплохо, да. Ну, опять же, сейчас покажу, что можно выжить максимум из этой игры. Получить реально охрененную картинку. Так, давайте сейчас немножко пройдемся еще, и будем уже останавливаться и начинать настройки. Ну, в общем, посмотрели, что здесь у нас 60 фпс, 56. Давайте, заходим в настройки и будем кое-что менять. Вот, разрешение в настоящем моего монитора 1920 на 1080. Теперь у нас, мы включили DSR степень. У нас теперь режим фейковый, режим подключен. Теперь, смотрите, видите, мы меняем настроечки, и теперь у нас уже дополнительные разрешения появились. Вот, поставим 2560 на 1440. Это будет вполне достаточно, оно будет выглядеть хорошо, и фпс будет хороший. В общем, оставляем его такой, яркость оставляем на месте. Размытие движения, мне, честно, эффект этот не нравится, вам, не знаю, нравится, не нравится. Лучше его отключить, чтобы он был выключен. Вертикалочку включаем, ставим максимум, что вас поддерживает монитор. Максимальная вертикальная синхронизация работает всегда и на низком фпс, и на высоком фпс, либо там у вас 50-30 кадров, она все будет работать. Так, просто мне кто-то написал в комментариях, что это действительно не так. Я вам говорю, что это так, что она работает действительно всегда. Дальше, повышение разрешения. Значит, мы здесь выбираем наш NVIDIA DLSS и оставляем его, видите, на производительность. Можно поставить на качество, но у нас упадок, сильно просадка кадров будет. Оставляем его на производительность, и вы думаете, что картинка будет плохая, но на самом деле нет. Мы программно подтянули разрешение нашего монитора и программно опустили разрешение монитора на производительность через DLSS. И если это в совокупность брать, то картинка будет как будто у вас на самом деле высокая качество, чем производительность. То есть, в общем, сами все увидите. В общем, оставляем на производительности. Далее, качество графика у меня стоит на среднее. Мы его вхерачиваем в ультру. То есть, да, мы получим сейчас на 4К разрешение, не на Full HD, это вот как он, или 2К оно называется, точно не помню. Вот, высокое разрешение и максимальное качество графики. И у вас будет те же самые 60 и выше FPS. Видите, да, все, ультра, ультра, ультра. Дальше, все параметры полностью включаем в отсечку. Включено, в максимум включено. Поле зрения я вам советую поменять 1.1, поставить. Оно так более интересно смотрится. Так что, как бы, советую поставить вот так. Дальше, вот это вот отключено, ставим включить. Отключено, ставим включить. И теперь заходим и смотрим и удивляемся, что мы получили. Та-дам! Ну что, товарищи, смотрите, какая четкая, красивая картинка у нас сейчас. Ну, да, видюшка работает на максимум. 58, 50, 60, 63 кадра. Давайте сейчас я похожу немножко. Стабильно здесь вот стало даже разрешение выше. Ой, не, разрешение кадров FPS стал выше, чем без использования обскилинга. И при этом у нас обскилинг стоит DLSS на производительность. Знаю даже. И высокое разрешение. И вот видите, в совокупности все это дело дало нам очень красивую картинку, которая смотрится лучше, чем нежели вы бы запускали эту игру на Full HD 1920 на 1080 на без обскилинга. То есть, вот сейчас игра смотрится лучше, чем то, что он изначально показывал. Ну вот, просто посмотрите. Вот такая офигенная сейчас стала прорисовочка. Сейчас я вот побегаю еще, покажу, что все прекрасно работает. Давайте посмотрим. Покручу камеры. Видите, 56, 58 кадров, 53, 56, 50, 63. То есть, вот, все отлично работает. Я там дальше проходил, там тоже участки я видел, а как бы там тоже все хорошо работает. То есть, смотрите, и четкая прорисовка травы, и прорисовка машин. Все смотрится прекрасно. Ну и лицо. Все смотрится хорошо. То есть, я даже вам больше скажу, что вот эта вот DSR степень увеличения разрешения фейковая, если вы поставите, она улучшает качество графики. Вот, причем где-то, ну, полтора раза точно. То есть, она лучше смотрится, нежели на стандартном разрешении без включения DSR. Ну, собственно, как-то вот так. То есть, вот, пожалуйста, используйте, если вот у вас такие вот настройки системы, как у меня, вот RTX 2060, вот такая вот средненький компьютер. Но еще можно, знаете, что сделать? Если у вас более слабый компьютер, можно кое-что тоже подхимичить. Значит, для этого заходим в настроечки, оставляем наше разрешение высокое, вот это вот такое вот вертикалку. Все это дело оставляем. Производительность DLSS оставляем. Просто скидываем либо в низкое, либо в среднее, в зависимости от того, какая у вас видеокарта. Просто смотрим. Ну, сначала поставили, допустим, низкое. Вот, посмотрели, сколько кадров там. 55-60 кадров, если есть, значит, можно играть. Вот, если нет, можно, конечно, скинуть еще ниже в режим патата. Это патата, насколько я помню, это картошка в переводе с английского. Давайте так ради интереса посмотрим. Ну, собственно, вот так вот выглядит патата. Все такое, конечно, забеленное, да. Патата это типа картошечные лица, я так предполагаю, что имелось в виду. Вот, но тем не менее, смотрите, 80 FPS. Загрузка, кстати, процессора почему-то увеличилась на этом режиме патата. Вот, выглядит вот так, играется все быстро. Но, как бы, я вам скажу, что лучше поставить в низке. Она более приятно смотрится, нежели в патате. Давайте посмотрим низкое. Вот, ну, низкое сразу преображение, да. То есть, ну, там, как бы, по кадров повыше было, да. Вот, но в низком она тоже достойно смотрится. Да даже я вам скажу, что близко к ультре она смотрится на низком разрешении. И со включенной DSR степенью. Вот, то есть, да. Ну, по кадров, да, видно повыше. Ну, собственно, вот так. В общем, оставляем вот этот DSR включенный фейковый режим 4К. И просто меняем настроечки с низких на высокие. И получаем хороший результат. То есть, у вас и будет высокий FPS и хорошее качество графики. Ну, собственно, все. А, нет, не все. Еще кое-что должен показать. Забыл совсем про это. Что можно еще сделать? Если же у вас очень хороший компьютер, ну, точнее, лучше, чем мой, там, примерно, если видюшка, там, 3070 или 3080 или 40, там, 6070, то можно сделать еще лучше графику в этой игре. Значит, да, для этого, сейчас я вам покажу, что надо сделать. Мы разрешение поднимаем либо вот до такого, либо до максимального 3840. Ну, вот это вот лучше, кстати, смотрится. До такого подняли. Далее, вот здесь вот мы видим этот NVIDIA DLSS. Мы его меняем с производительности на DLAA. Это прям самый бомбовый режим от NVIDIA. Это, грубо говоря, есть вот DLSS. Не производительность, баланс и качество. А это вот, грубо говоря, ультракачество. Ставим вот этот DLAA и поднимаем на ультрах. У меня сейчас, конечно, все будет тормозить. Но если у вас компьютер более мощный, у вас будет круто все это дело смотреться. И вот на высокое разрешение. Ну, давайте сейчас я запущу. Посмотрите, как у меня это будет выглядеть. Ну, вот, смотрите, картинка стала охренительной. Да, она действительно просто стала вообще охуенной, блядь. Я вам так скажу. Да-да-да, прям просто бомба. Но, видите, 20 кадров в секунду. То есть, вот. Если у вас хорошая видюшка, если вы поставите вот такой режим, вот можно играть будет, вот, все будет у вас там выше 60 фпс. И будет офигенно выглядеть. И все будет хорошо работать. Вот. Но, к сожалению, у меня уже устаревший компьютер. И, как бы, вот здесь приходится мне шаманить и записывать вам видосики тоже, чтобы вы тоже подшаманили и использовали все ресурсы вашего компьютера. Ну, в общем, вот так вот. То есть, если у вас хорошая видюшка, то вы можете поставить вот такой режимчик. И у вас будет прям космически-бомбическая графика. Итак, с вами был КамАЗ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Адьос, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok